всем привет раз два три меня зовут давайте начинать до меня зовут андрей дома мы сегодня говорим про балансировку кто я такой и почему я вдруг то значит имею право рассказывать про какую-то балансировку я работаю вот здесь в одноклассниках работаю ведущим системы администратором и так уж вышло что по долгу службы с этой самой балансировка имею имею дело регулярно испытываю всякую разную боль болью хочу поделиться так что у нас там о чем мы будем говорить говорить мы будем про балансировки что это такое про балансировку что это такое как она устроена зачем ему нужно какие проблемы это нам создает и как мы эти проблемы решаем и нужно их вообще решать вот перед вами такая схемка кружочек цилиндрик и стрелочка это схема работы любого проекта в интернете до любого проекта неважно того нагруженный ненагруженный вот и все замечательно можно было бы расходиться но у нас с вами поскольку высоконагруженный проект у нас есть такая проблема клиентов вот этих на самом деле очень много а сервер один и что получается сервер не справляется с потоком клиентов может быть такое что и сервер вовсе сломается и денежки перестанут зарабатываться да мы все этого не хотим допустить поэтому мы хотим что-то придумать вот а что есть можно придумать молодец как зовут молодец уже считай миллиард заработал добавить второй сервер вот но и с этим есть проблема мы денежку потратили сервер купили а что дальше надо как-то клиентов размазать толстым слоем по двум серверам желательно равномерно это самого себя представляет проблему как это все делать и поэтому первая задача которая стоит стоит перед балансировка это собственно сама балансировка как клиентов балансировать клиентов мало балансировать просто так надо этим процессом управлять вот у нас тут два сервера и в большинстве случаев если всего два мы захотим чтобы это все размазал в 50 на 50 до половины клиентов на один сервер половину клиентов на другой но бывает что нужно не 50 на 50 а там скажем 80 на 20 почему например такой может потребоваться ну например одесса никита а еще например потому что мы на один сервер который 20 процентов мы туда прогрели там свой софт какую-то новую версию запустили и хотим посмотреть как это все будет работать на живых пользователях и она возможно сломается вот и если сломается пускай хотя бы это за аффектит поменьше пользователей да там 20 процентов 10 1 процент этим значит надо управлять уметь персистентность что такое персистентность персистан 100 знает что значит слова как молодец постоянство по-английски в контексте балансировки тут вот что имеется в виду http он же запрос ответ на то есть клиент подсоединился что-то там запросил и отвалил потом через какое-то время наверно еще раз придет что-то спросит но нам важно почему-то важно чтобы клиент когда придется второй раз через какое-то время чтобы он попал на тот сервер где он был с самого начала зачем такое может потребоваться сессия ключевое слово прозвучало молодец опять сессия да это в веб-приложениях есть такая штука некий ассоциированный набор данных ассоциированный с клиентом с пользователем пользователь пришел на сервер сессия там стартанула создалась вот через какое-то время пользователь приходит опять и мы хотим чтобы он пришел туда где-то сессии есть чтобы там все было готово к его приходу приходу клиента поэтому персистентность персистентность она в разных системах балансировки называется по-разному где-то персистан с где-то стики то есть липучка по-разному называют отказа устойчивость ну сервера у нас два и мы мало того что хотели клиентов размазать по двум серверам мы хотели сделать так чтобы есть один сервер у нас сгорит чтобы все продолжило работать а что это значит продолжил работать вот был 50 на 50 один сервер упал что должно произойти как да правильно сто процентов должно уехать значит на один сервер и это отказа устойчивость она называется вот если будете там где-то искать в интернете как это все сделать как это устроено других местах она называется high mobility сокращенно и чей в английском языке вот так вот в литературе в английской и вопросов настолько сложный настолько многогранный что в крупных всяких компаниях крупных проектах во всех этих гуглах и фейсбуках есть даже отдельные направления инженерной деятельности она называется сайт рила и билите инженер это люди которые только и занимаются вот у нас на схемке там красный крестик и стрелочка они вот только этим и занимаются что красным крестиком и стрелочкой их там много и они как бы высоко ценится такие ребята там все очень непросто ну как бы вот проблемам этом обозначили все которые стоят перед балансировкой но мы с вами ребята не промах нам и без пяти минут как это разработчики высоконагруженных систем поэтому мы сейчас этими проблемами тут будем справляться пытаться и начнем мы самого простого самого тривиального мы попробуем решить все эти проблемы в лоб да мы конечно не решим в лоб будем все усложнять усложнять и в какой-то момент наверное это решится все та же схемка веселый человечек пришел к цилиндрику нам клиент пришел к серверу мы купили второй сервер как нам это поможет этот сервер упал куда ходил клиент а клиент ходил не просто так он ходил на и 5 адрес на какой-то соединялся и мы просто берем это и 5 адрес перемещаем на этот запасной сервер и клиент начинает ходить на запасной сервер все просто и понятно а я пяре сможет переехать вручную пришел админ там все это перенес это может быть какая-то автоматика которая очень быстро и и надежно перенесет ip-адрес возможно что не только и 5 адрес период возможно что это например него все это было было база данных какой-нибудь mysql знакомы с mysql mysql postgres что угодно любой скуэль это классическая схема для любого скуэля там был поднят ip-адрес на сервере куда ходил клиент и бы приманки была примантирована файловая система с некого диска на этой файловой системе данные все и лежали сервер один падает второй каким-то образом об этом узнает подымает у себя ip-адрес вместе с этим он понимает что файловую систему больше никто не держит на этом расширенном диске и монтирует ее себе стартуют процессы которые за базу данных отвечает и все начинает работать в этой схеме единственное что единственный недостаток единственная особенность клиент должен быть готов к тому что соединение вдруг внезапно все разорвутся запросы все которые он ожидает что они исполнятся они больше никогда не исполнится и он должен заново суметь подойти прийти к серверу на ip-адрес который будет уже в новом месте выполнить все запросы такая схема называется мастер стэнбай мастер этот который сейчас жив стэнбай это который стоит и курит в сторонке ничего не делаешь идет когда когда на нем все это подымется и начнет принимать запросы вот наши требования смела что мы здесь получили чего не получили отказа устойчивость мы получили с натягом такой притянутой за уши потому что клиент должен быть готов потому что что-то пойдет не так и надо все начинать заново с новым сервером персистентность вес балансировка конечно здесь ничего этого нет потому что сервер де-факто работает один второй просто так прожигает деньги но это тема классическая для и скуэли потому что искали заперта внутри одного сервера мы никак не можем значит все это размазать по нескольким сервером поэтому мы вот клиента ходят на один сервер до 2 турист сторонке дорого неэффективно но проверено временем по другому нельзя скуэлем пойдем дальше там у нас почему-то уже три цилиндрика а кто знает что такое вот факудэн то что по-русски называют все знают на самом деле просто такой термин может быть не включить не встречали это full quality qualified domain name некое какое-то полное доменное имя чего-то например в его кейру это полное доменное имя почему она полная потому что это такое доменное имя которое резаловаться через dns в какой-то ip адрес куда прям вот можно соединиться и там на все свои дела сделать вот пример из консольки этот подсветка я расскажу через происходит знак доллара это в юниксе там в линуксе стандартное приглашение в промку в шелл до команда хост она она просто ходит в dns что-то там спрашивать что я захочу и показывать мне какой ответ вернули ну минус то это тип записи вот я тут спрашиваю днс сервера у некого там какие а записи у вот этого факудэна до доменного имени о кейру и он не возвращает три адреса раз-два-три окей через какое-то время я второй раз не через какой-то почти сразу же выполняет ту же самую команду и чё происходит вот я первый раз вернули 3 айпи адреса да и второй раз мне вернули те же самые 3 айпи адреса но только в разном порядке почему так предположение какие могут быть но практически практически угадал миллиард не заработал действительно соответствии с некоторым общепринятым стандартам вот когда клиент браузер например да он резолвит какой-то факудэн в несколько адресов он должен всегда идти к первому адресу к адресу который первые списки и dns сервер он как бы к ним приходит поток запросов и он ротирует вот эти вот айпи адреса до одному клиенту отвечает в одном порядке другому в другом и так далее пытается сделать так чтобы трататься происходило более-менее равномерно а все клиенты идут на 1 и 5 адрес из списка поэтому что получается балансировка какая-то получается у нас равномерное причем чем больше клиентов тем равномернее будет балансировка три сервера будет по 33 процента примерно и три десятых и все это называется он там подписано алгоритм round robin или round robin dns это еще называют вот но что случится если у нас какой-то из серверов из айпи адресов куда вот из этих вот трех будет недоступен молодец клиент повисит на тайм-ауте некоторое время на первом айпи адресе которым попробует а потом пойдет ко второму действительно это и хорошо и плохо в современном мире почему это плохо потому что тайм-аут весьма длинный может быть ну клиент попробует установить и спи соединение очень долго будет ждать пока поймешь что там никто его не ждет уже а хорошо это потому что современные браузеры очень 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 хорошо отрабатывать эту ситуацию они довольно быстро понимают что никто не ответит они понимают что там несколько и адресов и что вот этот вот не ответивший айпи адрес его надо было на время про него забыть не пытаться вообще с ним связываться больше а через какое-то время нужно попробовать опять то есть короче говоря эта штука в браузерах работает хорошо это если клиент браузер если клиент не браузер то все будет очень плохо будут длинные тайм-ауты все начнет тормозить везде отказа устойчивость таким образом мы получили а чё там дальше у нас ой персистентность персистентность никакой персистентности конечно нет клиенты пришли на первый и пи адрес до каждый значит на свой и все хотя механизм dns он снабжен очень мощным мощным кэшем клиент однажды когда разрезовывает какое-то имя в dns и он запомнит это все на десятки минут а то и на часы вот соответственно порядок записи он также запомнит и персистентность в рамках этих минут или часов будет сохраняться но это такая фейковая персистентность который может сломаться в любой момент веса управление весом здесь тоже конечно отсутствует хотя в dns и были попытки когда-то очень давно сделать что-то типа весов это касается обработки электронной почты так называемых и мы их записи там даже есть такое специальное поле в этих записях приоритет предполагалось что там админного отрулить приоритетом серверов на которые будут ходить клиенты но это все не заработало можете про это забыть в общем весов тут нет мы пойдем дальше это очень большая тема самая большая тема у нас сегодня l4 почему l4 это такой тип балансировки вспоминайте лекцию была мой коллега дмитрий самсонов и и читал про сети про все такое там была вот такая штука некая 7 уровневая модель а l4 это значит лая четвертый уровень транспортный там где работаете себе и у дипи но поскольку у нас почти все в интернете работает по tcp это уже работает по tcp мы будем про него в основном и говорить то есть что мы будем балансировать мы будем балансировать и спи соединения всяких разных штуками которые умеют это делать в мире предостаточно уже создана но к сожалению бесплатный опен-сорсный инструмент у нас качество не есть только один он называется вот так вот ls в простонародье или айпи vs значит ls это linux вершил сервер никакой виртуализации здесь речи не идет на самом деле здесь предполагается вот что есть некий айпи адрес который называют виртуальным до куда коннятится клиенты из интернета но как бы виртуальный потому что он скажем так не висит не прицеплен ни к одному сервера за ним скрывается сразу очень-очень много серверов поэтому он виртуальный такая странная немного терминология дальше мы пойдем все дальше мы пойдем изучать эту тему относительно вот этого опенсорсного продукта потому что все остальное не опенсорсное она стоит как чугунный мост и работает также плохо опять то же самое все только появляется посередине еще одна новая сущность кубик а именно балансировщик который вот это все нам будет делать балансировать а как он это будет балансировать клиент устанавливает tcp соединения на какой-то айпи адрес который мы пока скажем так болтается на балансировщики а балансировщик от сидела балансирует как-то по каким-то там своим алгоритмам и принципам позже разберем по каким и как ни странно и позже вы поймете почему самый большой вопрос это каким образом пакеты от балансировщика полетят в сторону серверов то есть как там они от клиента до балансировщика долетят это уже там проблемы интернета вот а как они внутри после балансировщика на наши сервера полетят это уже наш с вами проблема и надо тут смотреть для начала в чем проблема заключается есть значит три метода доставки этих пакетов метод 1 вернее не доставки пакетов до работы балансировщика серверами значит метод 1 ну какой-то tcp соединение начало устанавливаться от клиента прилетели первые пакеты балансировщик подумал решил на какой сервер все это балансировать переслал ему пакеты а что дальше серверу надо куда-то ответить ответным пакетом сервер надеется что это все долетит до клиента какие могут быть варианты ну представьте вы пишете балансировщик все пакет от клиента к серверу вы доставили что по вашей задумке должно происходить дальше один из вариантов мы его как самый худший рассмотрим последний от клиента напрямую ну так вот вот через фактически прокси четвертого уровня на на самом деле все довольно просто сервер может ответить клиенту напрямую это все дело называется асимметричный роутинг это самое распространенное решение почему асимметричны потому что пакеты в одну сторону идут по одному пути через балансировщик на и балансируются таким образом а ответы от сервера клиенту их не надо уже балансировать они идут по другому пути поэтому значит асимметрия у этого способа есть очень много плюсов он самый как бы это сказать самый просто настраиваемый самый беспроблемный он позволяет иметь серверу 22 физических линка сетевых да один для входящих пакетов другой для исходящих это решает очень часто проблемы с производительностью сетевой на сервере короче говоря это лучше всего если есть возможность делать так делайте так тут есть одна проблема тем не менее клиент соединялся на ip адрес вот на красненький и он значит ожидает получить ответ с красненького ip адреса да иначе там все это в интернете не срастется пакет никуда не долетит а у нас там три сервера ну как это три сервера получается у каждого один и тот же ip адрес здесь что-то не то так не может быть или может быть может быть как же это будет работать ну как ну на ты что на внутри три машины с одинаковым ip адресом там в сети например проблема же явно будет проблема есть да решается она очень хитро сейчас дальше будет сложно я постараюсь говорить просто в этот голубой овальщик да значит интернет там пользователь соединяется с ip адресом то есть этот красненький ip адрес там вполне себе виден на что называется пингуется из интернета обычный ip адрес а здесь вот у каждого сервера появился черный ip адрес некий второй ip адрес что это за ip адрес это адрес из так называемого приватного или еще окна его называют серого диапазона его не видно из интернета вон как бы часть нашей внутренней сети и что здесь происходит вспоминаете лекцию дима самсонова про сеть он там рассказывал про роутеры маршрутизации таблицы маршрутизации там было все очень сложно но тем не менее постараюсь очень просто когда пакет от клиента попадает на балансировщик балансировщик этот пакет пересылает дальше серверу как будто это вовсе никакой не сервер а следующий маршрутизатор мысли конечно вы не улавливаете то есть клиент может соединиться да с какой-то коробкой в интернете по ip адресу а может отправить этой коробке просто пакеты в надежде на то что коробка знает куда дальше пересылать пакеты кто-то там примет соединение в конечном счете и балансировщик думает точно так же он думает что перешлику я эти пакеты вот на этот сервер который наверное вовсе не сервера был а маршрутизатор и он не до самых обработает либо перешлет кому-то дальше это уже не мое дело я просто пересылаю сюда вот пересылаю эти пакеты на mac адрес вот это который скрыт за этим айпи адресом а вот этот красненький айпи адрес куда все-таки клиент изначально соединялся он неким магическим образом сейчас станет понятно каким он зарегистрирован внутри этого сервера и что происходит балансировщик с помощью арб запроса узнает mac адрес вот этого черненького айпи адреса фарвардит сюда пакета пересылает а сервер дальше смотрит что это за пакет такой ко мне странный прилетел он прилетел вот на этот айпи адрес сервер смотрит на свои айпи интерфейсы видит что у него есть специальный такой сугубо внутренний айпи интерфейс который вполне себе может принять этот пакет и этот пакет как бы ротит сам на себя я понимаю что это сложно и нифига не понятно поэтому мы сейчас дальше посмотрим как это выглядит все на сервере сейчас мы это все с вами разберем через происходит такую команду я запустил на вполне себе значит сервер который вот прям стоит сейчас и деньги зарабатывает кому-то айпи адрес это команда которая показывает список айпи интерфейсов в линуксе в данном случае следите за руками и за красненьким кружочком команда все понятно что происходит дальше а дальше вот это бесполезная информация просто для затравки значит шестой пункт и т.ч. 0 что такое и т.ч. да интерфейс интернет правильно ну некий нулевой да чем здесь посмотрим мы все все на что мы здесь посмотрим пока это стоит down это значит что интерфейс в дауне ли как говорят опущен то есть он просто есть но выключен на нем нет несущей нету линка то есть это совершенно не интересный нам интерфейс мы пойдем дальше следующий интерфейс значит и т.ч. один у него там красный крыжочек у него уже стоит об и на нем уже есть какой-то и пи адрес то есть это вполне себе такая штука которая пингуется ну там из внутренней сети и чего-то там возможно сервит даже то есть можно на это адрес зайти наверное если там какая-то служба работает то есть обычный типичный интерфейс как у вас ноутбуках ну вот странная штука сразу четыре интерфейса у которых нет айпи адреса зато у них написано вон чего у них стоит об еще написано мастер бонд 0 кто знает что это это так называемая по-разному это называют так называемая агрегация или бондинг или лак п лак разные эти терминологии имеет в разных вендоров у разных в разных операционных системах в иннексе это еще называется тимминг иногда в ряде случаев значит у каждого из четырех интерфейсов написано мастер бонд 0 а есть еще другой интерфейс он так и называется бонд 0 бонд 0 интерфейс на котором прямо видим висит айпи адрес это некий виртуальный интерфейс который на самом деле состоит из четырех физических то есть это такой учетверенный интерфейс он работает в четыре раза быстрее чем любой из этих по отдельности это физические интерфейсы а это уже айпи интерфейс это интерфейс и второго уровня это интерфейс какого уровня айпи интерфейс ну четвертого тоже вероятно вот эти вот скорее да пойдем дальше к чему вообще все это потому что нас интересовало прежде всего вот это вот есть такой интерфейс он называется но он есть любой операционной системе даже windows и кто нибудь знает что-нибудь про него лупбек правильно он есть даже на телефонах лупбек это некий интерфейс которого на самом деле нет но он всегда есть на этом интерфейсе есть айпи адреса какие-то давайте посмотрим сначала вот на этот адрес 127 0 0 1 это и пи адрес который есть на любом компьютере всегда его можно попинговать он будет пинговаться с любого телефона там если есть айпи сеть значит есть вот такой айпи адрес это всегда это всегда как бы есть сам компьютер на локал хост что называется таковы стандарты стандарта стандартами нам ничего не мешает кроме вот этого то есть если вы линукс устанавливаете да вот вы только поставили там всегда будет интерфейс но сразу прямо с коробки вот такой вот и пи адрес на нем будет болтаться но стандарта стандартами но это не мешает нам на этот вот лупбек интерфейс лоб повесить он сколько угодно любых других айпи адресов что мы собственно и делаем и вот мы среди прочего повесили один вот такой айпи адрес и что происходит с точки зрения балансировки зачем это все рассказывал а потому что на балансировщики на балансировщики там в таблице балансировки указано что есть некий сервер вот таким вот айпи адресом это айпи адрес этого бонда и все пакеты которые вот на этот адрес идут нужно слать сюда пересылать чтобы лансировщик и делает пакеты прилетают сервера вот на этот бонт 0 а дальше сервер видит что как бы пакет прилетел на бонт 0 но он какой-то странный он не на этот и пи адрес а вот вообще-то вот на этот и что с ним сделать выкинуть его может быть его по ошибке прислали нет не выкинуть потому что этот айпи адрес есть на интерфейсе но и сервер как бы вот с этого интерфейса просто перебрасывает пакет вот сюда на интерфейс но а здесь уже спокойно себе слушает приложение там на 80-ом порту на каком-нибудь который сервит все наши connect так понять не стала вот эта предыдущая схемка мутная пойдем тогда дальше метод 2 напомним мы говорим вот об этих вот методах как балансер взаимодействует с серверами клиент tcp соединения он tcp соединения куда-то там отбалансировал а что если у нас все вот эти вот сущности находятся в разных l2 доменах что такое l2 домен нет мы говорим про l4 балансировку а есть еще l2 l4 l2 но практически да это другая сеть это либо другой вилан либо вообще другая сеть либо другой дата-центр все что угодно важно что арб запросы не работают между балансировщиком и серверами то есть вот здесь вот между ними находится что угодно мы даже не знаем что как какие-то груды сетевого оборудования какие-то какие-то маршрутизаторы до между ними пакет там пересылается мы даже не знаем как и вообще не отвечаем за эту пересылку что делать в этом случае ведь в этом случае мы не можем просто был балансировщик не может использовать любую из этих серверов как пересылать любому из этих серверов пакет как будто это следующий маршрутизатор до предыдущей схемы не отработает тут на самом деле все очень просто а мы используем туннель что такое туннель кто-нибудь знает ну ну да практически но это немного про другое в пн это все-таки в пн да включает себя туннель в том числе так скажем туннель а кто знает что такое инкапсуляция что-то мало людей ладно да инкапсуляция значит чтобы сделать туннель мы инкапсулируем пакет в пакет то есть пакет прилетел от клиента какого-то на балансировщик балансировщик понимаешь что просто так сюда пакет не отфарвардить куда вот сюда да да и он берет на этот пакет сверху навешивают еще один айпи заголовок плюс 20 байт сверху и получается что пакет на который нифига по нашей сети дальше не пройдет мы завернули в еще один пакет который спокойно по нашей сети будет дальше маршрутизироваться уроутиться до любого нужного нам сервера вот так оно и происходит когда такой инкапсулированный туннелированный пакет прилетает к серверу сервер готов к этому он снимает эти этот дополнительный заголовок 20 байт и получает искомый пакет от клиента тут есть проблема очень большая проблема это все не будет работать во многих случаях почему потому что есть вот это вот такая штука нехорошая mtu и называет максимум трансмиссию нет что это такое не дима тоже рассказывал просто забыли наверное а размер пакета но не пакета это называется максимальный размер ethernet фрейма а там в эзернете там не пакета там кадры фрейм и да действительно есть такая штука это такой ограничитель он устанавливается в сети исторически так сложилось что для ethernet сетей самое оптимальное 1500 байт это ограничение так вышло это значит что через сеть пакеты чем больше чем 1500 не пройдут первая же железка сетевая даже тупой коммутатор этот пакет сразу выкнет нафиг и дальше не пропустят а раз самый распространенный 1500 байт и у нас эти 1500 байт и у клиента скорее всего 1500 байт но по крайней мере большинства клиентов будет 1500 пакета к нам насчет размером максимальным 1500 прилетают мы наворачиваем на них заголовок 20 байт до инкапсулируем и пакет уже получается 1520 и по нашей сети не пройдет что здесь можно сделать да есть такой вариант действительно но если у нас на же это самое высоконагруженный проект нас оборудование много это будет адская работа на годы и скорее всего выстрелим себе в ногу много раз при этом молодец опять значит есть три способа как это сделать один из них действительно разбить пакет вот здесь вот на выходе поделить пакет на два кусочка равных и отправить двумя кусками это называется фрагментация это будет работать но не стоит так делать потому что потому что фрагменты но здесь это легко фрагментировать на выходе а сервер будет вынужден эти фрагменты у себя собирать а чтобы собрать фрагменты что потребуется кроме процессорного времени да да самое главное что нужны будут все части и пока последняя часть недалекит мы вынуждены будем где-то в памяти хранить все предыдущие фрагменты что это значит забыл я хотел график показать это значит что на сервере на котором там трафик 20 гигабит вот такая вот фрагментация фрагментация далеко не каждого пакета это сразу там плюс 8 10 гигабайт памяти отжирает только на то чтобы собирать фрагменты у себя вот по памяти это плохо во первых во вторых это дает почву для разного рода атак нехороших но не будем на этом заострять внимание есть два других способа один который не работает называется пасом ты у диска вере эта штука специально придуманы для того чтобы клиент понял какой у нас здесь мтву какой мы хотим мтву иметь я не буду в эти дебри тоже вдаваться эта штука не работает просто даже не тратите время если что вдруг там телекомовские дебри не хочу а что единственное работает и нужно применять это вот такая штука адв мсс вот здесь вот такая длинная ссылка потом можете это вы еще можете успеть ее у себя набрать пока я не переключил слайд тут написано как она работает вот вкратце расскажу это маленькая настроечка на сервере что она делает когда клиент первый раз приходит он посылать пакет конечно первый пакет будет не 1500 первый пакет будет очень маленький это пакет с установленным флагом sin и в этом да и он доходит до сервера практически наверняка а сервер когда будет отвечать клиенту он может там в заголовках tcp сказать что ты мне давай можешь стать мне пакеты какие сам хочешь но хорошо да если бы ты слан не больше чем вот такого-то размера а какого размера нужно слать записано даже до 1480 чтобы на 20 байт когда сверху еще накрутим чтобы как раз получилось 1500 нет а в пакете я не помню сейчас какое-то дополнительное поле которое никто не планировал вообще использовать но и мы нашли применение в таком виде я не просто не помню какое пойдем дальше третий метод который уже прозвучал это трансляция сетевых адресов балансировщик отбалансировал на сервер а сервер отвечает там не асимметрично напрямую а он прям вот в балансировщик и отвечает а балансировщик знает что через него могут ответить ну и пересылает в обратном порядке пакеты клиенту в чем здесь плюс запаривать все равно придется плюс здесь в том что мы его здесь вот когда пакеты у нас ходят туда-сюда мы можем с этими пакетами делать на лету все что угодно переписывать любые адреса порты там проверки какие-то им устраивать но самое главное переписывать адреса это значит что клиент сюда пришел один ip адрес а здесь уже совсем не важно здесь у нас что угодно любая адресация может быть балансировщик главное правильно настроить он все под это дело адаптирует все пакеты а потом адаптирует в обратную сторону когда сервер будет отвечать и это плохо это очень плохо над сети вообще большой иметь нельзя потому что это все очень сложно дебажить в какой-то момент у вас какие-то непонятные пакеты появляются на каком-то участке сети вы там это все снифером перехватываете смотрите не можете понять это все после нато до нато откуда это все взялось это как бы коверкает очень сильно трафик в сети это во-первых во вторых создает нагрузку на балансировщик дополнительные пакеты переписывать там заголовки это все не бесплатно это нужно процессорное время на это она на балансировщике весьма дорого стоит будет понятно концу лекции почему отказа устойчивость high availability балансировщик там что-то пробросил какого-то клиента на сервер да и так начал а балансировщик он состоит из двух компонент на самом деле балансирующий компонент и мониторющий вот балансировщик балансирует клиента на сервер на самом деле этим занимается балансирующий компонент вот случае с лосом это специальный ядерный в линуксе модуль называется айпи в с айпи подчеркивание в с то есть ядро в линукс этим занимается а есть еще мониторящий компонент как правило это отдельное приложение которое там вовсе вовсе не ядерный случай с лосом она работает в юзерспейсе она занимается тем что проверяет состояние вот этих вот серверов справа насколько они себя чувствуют пригодны ли они для того чтобы на них пользователей пускать или может там кто-то из них сломался да может быть кто-то из них еще доступен но с ним уже что-то не все хорошо пора бы его из ротации выбросить действительно когда мы нет мониторинг обнаруживает такой сервер он осуществляет управляющие воздействия на балансировку и говорит этот сервер больше не алё трафик с него убираем действительно это происходит а каким образом это происходит вот вам такая еще еще один выхлоп в консоли это таблица балансировки прямо с реально работающего балансера и вот он тут красным подчеркнут сервер который сломался мы сейчас с вами посмотрим что в этой табличке вообще все это значит вот есть такая штука называется vip вот эта строчка vip это это не про человека в данном случае vip это значит виртуальный ip адрес виртуальный в том смысле что он ни на каком сервере не висит но он виден из интернета на него люди ходят до 443 порт что за пор htps да люди сюда ходят люди сюда ходят а балансировщик вот этот вот он все это дело балансирует вот на этот вот огромный список серверов которые называются рип ну список он там на самом деле бешено длинный я просто обрезал у каждого сервера есть некий вес видим что 1 сервера вес 0 а у всех остальных 100 и есть еще вот такие три непонятные колонки что-то там про соединение на самом деле не буду вдаваться в подробности почему их три просто это количество соединений которые сейчас было отбалансировано на каждый конкретный сервер и мы видим такую закономерность что если вес ноль то и соединение ноль вот что это значит это значит что когда какой-то сервер у нас сложился мониторящий компонент на балансировщике об этом узнал и он говорит балансирующему компоненту давай ставь этому серверу вес 0 вес 0 значит все трафик не балансируем а что такое вес приоритет но общими словами то в общем да скорее про нагрузку значит вес это некая переменная величина в неком балансирующим в некоторым в неком алгоритме балансировки который позволяет этим алгоритмом управлять алгоритмов на самом деле алгоритм балансировки это то как вот на эти три сервера скидать канал коннекты да по какому принципу этих алгоритмов на самом деле много но основных три и все остальные это как правило вариации вот этих вот трех что за три алгоритма такие первый самый-самый такой очевидный wait it round robin да просто все новые коннекты которые приходят клиентов мы разбрасываем равномерно по всем трем серверам да если сейчас пришел пришло соединение мы на этот сервер балансировали второе балансируем вот на этот третий отбалансируем на третий четвертое опять будем балансировать на первый все очень просто но мы умеем дело с тси пи соединениями поэтому появился третий алгоритм в lc wait at least connections почему round robin может не очень подойти к тси пи ну но это ну тси пи соединения не они что мы не можем нет значит все неправильно главная проблема в том что эти си пи соединения она вот установилась мы не знаем когда он закончится она может очень долго висеть да там может быть кипы алики это работают может висеть в холостую но это сутками может продолжаться вообще говоря то есть что это значит какие-то клиенты пришли с тси пи соединением взаимодействовали и разорвали тси пи соединения какой-то клиент какой-нибудь мессенджер на мобильном телефоне он пришел подсоединился и сутками там будет висеть да поэтому при балансировке мы должны учитывать а сколько там сколько вообще в итоге соединений на каждом сервере и в зависимости от этого уже балансировать это такой же веры только с учетом того сколько сейчас еще активных соединений на сервере есть вот и все и третий очень такой мутный мутный алгоритм называется source хэш он используется крайне редко в исключительных ситуациях имеет массу недостатков но имеет чудовищный плюс вот сейчас я расскажу как он работает пакет когда прилетает на балансировщик балансировщик смотрит в айпи адрес клиента да то есть там есть айпи адрес от кого пакет пришел айпи адрес источника балансировщик это смотрит и применяет к айпи адресу хэш функцию что такое хэш функция попроще могу сказать ну короче говоря да значит хэш функция которая хэширует айпи адрес в некое число а то от 0 до 255 в данном случае ну это в данном примере от 0 до 255 да то есть она может хэшировать в какой-то другой какой-то другой диапазон чисел числовый диапазон и можно представить себе некую табличку в которой 256 ячеек и и когда балансировщик запускается в нем там регистрируются сервера на которые надо балансировать за каждой такой ячейкой закрепляется какой-то сервер который соединение будет обслуживать ну что получается пакет прилетел хэш вычислили по хэшу поняли какой сервер на какой сервер пакет отправить чем хорошо ну практически да это называется все стейтлесс то есть у балансировщика нет состояния мы можем его ребятнуть да у него очистится память но когда все поднимется он снова заработает он начнет балансировать точно так же как балансировал до перезагрузки то есть это всегда работает одинаково какие есть минусы персистентность здесь всегда такая железная гвоздями прибитые какие есть минусы еще еще вообще согласен есть такой минус да зависит от скажем так разнообразия ip адресов да но я бы этот недостаток поставил в самый конец там есть совсем молодец но мы же не можем такого допустить поэтому мы вынуждены что сделать но это слишком жестко мы должны будем перетряхнуть всю эту табличку чтобы пустые ячейки откуда сервера отвалились чтобы мы заново заполнили а перетряхнуть всю табличку это значит что это значит сломать всю персистентность ради которой все это и затевалась вот еще какой-то минус был я забыл а вот еще какой это у нас тут от 0 до 255 да то есть 256 ячеек 256 серверов мы можем использовать балансировать по этому алгоритму а если мы хотим тысячу например что делать в этом случае да вот тут можно всего 256 ячеек 256 серверов мы балансируем все хорошо а мы хотим тысячу серверов теперь ну это денег стоит программистам платить надо тестировать это все это непросто но первый вопрос первый ответ никак да все значит коробка исчерпала свои ресурсы 256 и не сервером больше но есть еще способ google вы не сделаете никто не смотрю каскада можно подключить но можно же вот воткнуть сюда 256 еще следующих балансировщиков которые значит ну например но этого делать не стоит это безумие на самом деле вот и что же такое вес вот в первых двух случаях вес это это просто некая вероятность которой будет выбран сервер для для того чтобы на него соединение пробросили а что такое вес в данном случае вот когда source hash а погромче вес значит source hash это вероятность с которой будут заполняться таблички заполняться ячейки вот этой таблицы то есть допустим если сервера 3 да а ячеек у нас 256 мы должны заполнить их все с какой вероятностью будут они заполнили тем или иным сервером это регулирует вес и отсюда следует еще один большой недостаток этого алгоритма если мы вдруг хотим поменять вес серверу это автоматически означает что нужно перетряхнуть опять всю эту табличку и опять потерять всю персистентность то есть персистентность тут есть есть отличная но трогать ее нельзя работать с этим невозможно но потом попозже вы увидите в каком месте без этого алгоритма нельзя и он используется и очень много где используется на самом деле в итоге вот такой график это график реального сервера его трафик этот интерфейс сервера который смотрит стороны балансировщика пакеты сюда прилетают и с него же улетают мы уже по-другому асимметричному маршруту и тут что происходит он работал работал себе потом я взял ему поставил вес 0 и и что начало происходить вот в эту точку смотрим вот здесь вот вес 0 правильно ну не запрос а тут речи о tcp соединениях мы говорим о четвертом уровне балансировки действительно трафик резко значит уходит резко это потому что короткие коннекции сразу отваливаются да они должны были отвалиться новые перестают поступать но мы видим что трафик снижается очень плавно это какие-то очень медленные клиенты долгие запросы ждем пока они до выполнятся они действительно где-то вот здесь вот заканчивают свое выполнение свою жизнь потом сервер стоит абсолютно без нагрузки с ним это время можно спокойно поработать ради этого все и затевалась управление весами среди прочего а потом я даю сервер вес 100 обратно что происходит на него наваливает сразу много соединений все он взлетает вверх взлетает вверх потом балансировщик быстро понимаешь что он что-то наверно переборщил надо бы поменьше то работает в элси алгоритм который учитывает количество соединений и балансировщик начинает снижать свои хотелки и все возвращается к какому-то тренду не такому как раньше до повышенному там постепенно на самом деле идет вниз и там течение нескольких часов всего стаканится и придет к норме просто наглядный пример был апгрейд 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 а для чего может потребоваться управление весами варианты просто любые для игры черт возьми написано для апдейта да мы же там софт пишем свой вот на серверах приложение он работает надо было обновлять как-то вот висает идеальная история для этого но не все так просто конечно же у нас за каждым сервером скрыта какая-то там инфраструктура здесь это один цилиндрик а на самом деле там цилиндриков целая цепочка и их еще больше чем вот этих вот фронтов работающих и очень часто бывает не всегда конечно но бывает что вот этот интерфейс взаимодействия например да между серверами какой-то там внутренней инфраструктуры он очень он требует согласования то есть мы не можем обновить какой-то один компонент фронт мы вынуждены точно также одновременно с этим обновлять и еще какую-то большую часть внутренней инфраструктуры что это значит это первый вопрос кстати а второй вопрос а мы выкатим обновление ну и что вдруг все сломается мы проверять и будем что она работает на реальных пользователях желательно проверить на малом количестве реальные метрики собрать ошибки вот так это все выглядит на самом деле в реальном продакшен это сильно упрощено что здесь есть во первых есть вот такая штука отдельно вынесены два цилиндрика это некий отдельный вот сервер на который он он так у точно такой же как вот эти все просто стоит отдельно и взаимодействовать с некой отдельной частью внутренней инфраструктуры и первым делом перейдем как начать что-то обновлять мы обновляем обычно вот это вот отдельно стоящие цилиндрики это называется staging слышал кто-нибудь такое слово стендинг этот тест который на который ходят пользователи но очень мало пользователей мы готовы если чего испортить им жизнь но это такая финальная стадия тестирования даже мы все это делаем на стейджинг новую версию посмотрели что ничего особо-то не ломается и можно дальше идти с этим в бой на весь продакшен диплоить а продакшен у нас в данном случае разбит на две группы то есть две группы серверов на которые ходят клиенты плюс вся инфраструктура на которой завязаны вот эти вот сервера точно также продублированы и все значит компоновано таким образом что вот эти вот сервера взаимодействует только значит со своей частью инфраструктуры от которой зависит то есть сервера из группы 1 желтым цилиндриком из группы 2 не взаимодействует ни при каких условиях это специально даже контролируется чтобы этого не было зачем так потому что мы вот этим сервером из группы 1 выставим вес 0 отсюда идет трафик уйдут пользователи мы можем их спокойно гасить обновлять одновременно с этим желтый цилиндрик то же самое погасим и обновим потом это все поднимется часть пользователей на половина данном случае пойдет сюда на новую версию это даст нам возможность уже гасить вторую часть и обновлять то есть длинтами никого не будет все произойдет довольно таки прозрачно для пользователя вот а мы вернемся к отказу устойчивости на этот раз в контексте самого балансировщика хитрый такой кубичек который тоже может сломаться это тоже железка это тоже сервер это может быть дорогущая какая-нибудь фирмы f5 сетевая железка но она тоже по сути сервер вот а железо она как бы она очень ненадежная есть софт который с багами есть люди которые заходят что-то там из благих побуждений и все ломают а как можно это вот дело все обезопасить сделать более отказоустойчивым да и так и поступают ставят 2 такой балансировщик и между ними происходит такая хитрая хитрая история есть специальный протокол в ррп специального для создания такой отказоустойчивости он подозревает что есть некий второй роутер который возможно стоит курить сторонке просто так в холостую в режиме стендай работает но в общем эти два балансера друг друга бешено или то пингуют по этому протоколу много-много раз в секунду с тем чтобы понять кто из них жив кто из них мертв вот это происходит другая картинка балансировщики друг друга пингуют пинге это пинге не те которые cmp это здесь просто слово использовано пинг это пинге в ррп они более легковесные в общем там немного другая история вместе с этими пингами что важно балансировщик через который сейчас идет балансировка он передает на запасной балансировщик информацию о всех 10 соединениях прямо там стоп шлет все время и вот как механизм работает ну клиент через какое-то сетевое железо позже посмотрим даже через какое через сетевое железо отправляет пакеты на балансировщик балансировщик от все балансировал на какой-то сервер сервер это все асимметрично отвечает клиенту ответными пакетами балансировщик увидел tcp соединения и среди прочих передал его на запасной балансер и вдруг значит мир рушится уборщица задевает провод и запасной балансировщик в какой-то момент не получает в ррп пинге от 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 мастера он понимает что мастер наверное все не алё балансировщик поднимает у себя айпи адрес на которую роутил роутила сетевое железо до сначала сюда работила теперь пакетики побегут сюда он не просто его подымает подняв айпи адрес он говорит сетевому железу что чуваки айпи адрес этот теперь у меня на моем мак-адресе шлите пакета мне сетевое железо готово к такому исходу она начинает слать на этот мак-адрес этому балансиру и балансировщик у него точно такая же таблица текущих tcp соединением получаю все время с мастера и он помнит что этот пакет который сейчас пролетает мимо него этот пакет для конкретного tcp соединения которые были отбалансированы на конкретный сервер да и сервер точно также продолжает но отправил пакет сервера сервер продолжает отвечать клиенту вот здесь какая основная фишка то что происходит синхронизация tcp соединений с одного балансировщика на другой это все работает великолепно если вся система отлажена то при падении балансировщика клиент вообще ничего не замечает на самом деле сам клиент замечает там потерю пакета или нескольких от силы пользователь не замечает вообще ничего если там как какой-то большущий файл к часа у него долго пользователь вообще даже задержку не увидит файл продолжат качаться ну потому что tcp соединения никуда не пропадет не рухнет она также точно будет балансироваться на этот же самый сервер вот это конечно мастер-слейв схемка который мы говорили в самом самом начале еще что то я хотел сказать про балансировку а вот что между клиентом и сервером стоит какая-то сеть а именно сетевое оборудование что это за сетевое оборудование такое тоже там все не просто так а балансировщиков у нас конечно же не один а их много причем много именно именно мастеров до каждый из них еще там продюбрирован соответствующим своевом и все это вот так вот страшно выглядит так там стоит роутер да там стоит роутер вот такой вот там роутер стоит это изображен cisco nexus 7000 он размером с холодильник а видите такие снизу вот эти вот штуковины знаешь что это 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 вентиляция блоков питания знать почему такая большая потому что потребляет он примерно в сто раз больше чем холодильник электроэнергии 100 carl а ведь вот такие вот здесь вот дырочки круглые знаете что это это охлаждение но уже значит плат расширения которые собственно сеть это все и делают и шумят они вот каждый из них шумит как пылесос один а их там много вот такое чудовище вот здесь вот стоит и тут есть большая проблема вот когда пакет пролетает пролетает от клиента к к серверу на ip адрес да сначала попадает все на балансировщик на роутер а потом роутер перебрасывает все на какой-то балансировщик балансировщик балансирует на сервер окей это все очевидно но tcp соединение что такое это когда все каждый пакет относится к какому-то tcp соединению вот прилетел один пакет 1 все это значит пролетел всю эту цепочку кейс и днем не установилась и тут насчет идет второй пакет в рамках этого же tcp соединения и роутер может взять и этот пакет направить через другой балансировщик который ничего не знает об этом tcp соединение и что этот балансировщик должен делать с этим пакетом он же не знаешь что это первый пакет шел через какой-то другой балансировщик и там значит все в порядке этот балансировщик другой просто пакет выкинет а чтобы он его не выкинул роутер должен что мне делать и еще раз ну да по сути у него два на самом деле вариант чувствуете можно сделать первый вариант это трека tcp соединения да все и запоминает какое тсп соединение на какой есть какой балансировщик он послал это конечно от большая нагрузка очень вот есть второй вариант промотаем это ой да есть второй вариант использует тот самый source хэш он просто хэширует айпи адрес источника по мой пи адрес и порт источника и на основе этого хэша выбирает через какой балансировщик послать пакет это то самое единственное место мы почти единственное место где стоит где всегда применяется вот этот вот source хэш другого способа нет у разных производителей он называется по разному этот source хэш вот у циски он называется вообще в телекоме называется и cmp почему-то и кого cost multipass не знаю почему догадываюсь конечно вот просто стоит знать о том что такая штука есть вот например в этом самом роутере cisco 7000 вот помните там была табличка 256 ячеек там было вот в этом роутере роутеры который стоит как несколько очень дорогих квартир в москве там таблица она всего 16 ячеек имеет вот так вот то есть вот этих вот роутер этих балансировщиков после роутера можно поставить токси ток 16 штук или еще несколько квартир в москве еще 16 штук дорого вот а почему так дорого вот это вся наша такая схемка по сути почти законченная балансировки l4 вот можно такую шкалу надежности нарисовать под ней о чем это нам говорит вот эти вот сервера их на самом деле конечно не три гораздо больше вот больше всего в этой схеме вот этих вот серверов и они могут быть самые ненадежные самые дешевые нам не жалко потерять не то что там один сервер сто из них отвалится вообще наплевать на помойках просто можно вынести купить еще 100 потому что они дешевые грубо говоря да поэтому самая маленькая надежность вот этих вот серверов балансировщиков и всего может быть 16 активных да ну плюс еще резервирование то есть у каждого есть дубль который стоит ничего не делает тоже 16 штук то есть их не так уж и много и их терять не хотелось бы это болезненно будет весьма для балансировки поэтому тут железо подороже как правило и подключено но понадежнее например если у этих серверов как правило один блок питания электричество попадет ну и ладно то у них серверов уже по два блока питания не просто так а в разные воды из города они подключены чтобы если экскаватор копнет не там где надо тут половина упадет а балансировщики останутся живы ой а самая высокая надежность вот этого роутера который этот холодильник он тоже на самом деле дублируются они как правило в паре работают но там гораздо более сложная схема высокой доступности они там поскольку они стоят очень дорого там было бы довольно расточительно покупать 2 чтобы он просто стоял и ничего не делал да поэтому они все-таки трафик пропускают через себя равномерно но стоит он бешеных денег именно потому что у него высокая надежность там очень высоко задрана планка контроля качества на производстве этих роутеров и следующий следующий уровень качества это наверное уже какие-то штуковины военного применения и спутники перед ними как раз таки вот такие роутеры стоят которые должны сверх надежно работать и не ломаться но они все равно ломаются тем не менее вот это было или 4 балансировка и перед тем как наверное устроить перерыв на время нет такой вопрос вот это все мы сейчас рассмотрели все замечательно отказоустойчиво на всех этапах дорого а если все это тем не менее рухнуло пожар пьяный экскаватор щит там вот все что угодно что делать в этом случае могу подождать до окончания перерыва да действительно повторяем эту схему в другом дата центре например но тоже не все так просто клиентов же надо как-то пускать во второй дата центр и поговорим об этом после перерыва до dns и gslb такая штука мы остановились на том что если у нас один дата центр откажет мы построим второй вернее мы заранее построим 2 надежды на то что когда-нибудь 1 откажет да но дата центр иметь конечно дорого это не мастер стендбай все таки вам и поэтому хочется чтобы одновременно работали оба как это сделать непонятно но я знаю сейчас расскажу dns и gslb поэтому тема называется как работает dns-сервер клиент посылает dns-серверу который у него там где-то в конфиге написан посылает запросы да там какие адреса есть у ok ru dns-сервер чего-то ему отвечает он отвечает не что-то отвечает 22 ip-адреса каждый ip-адрес принадлежит определенному дата-центру в котором работает вся вот это вот канитель с балансировщиками роутерами и так далее когда один из них отвалится ip-адрес будет недоступен что произойдет два это адрес один недоступен что происходит как но мы раз до говорили об этом там самом начале где-то клиент потайм-аутится немного на этом ip-адресе пойдет все таки на 2 5 живой дата-центр но он потайм-аутится здесь вот самое такое главное ключевое слово это плохо ты кого знает сколько он будет тайм-аутиться браузер там довольно быстро от дуплица не браузер так вообще все очень плохо может быть короче говоря как только у нас упал целый дата-центр неплохо бы из dns эту запись о нем как-то убрать незаметно чтобы клиенты получали только эту запись как это происходит а это происходит клиент ходит в серверу и резону там имя ваке рук на фоку дн днс сервер ему отвечает он не просто отвечает и только в сторону клиент так отвечает а в сторону дата-центров dns сервер проводит регулярные проверки тесты днс сервер тестирует оба ip-адреса насколько там сервис хорошо себя чувствует разные сложные тесты могут быть как только тесты в отношении одного из ip-адресов фейлиться до в отношении одного из дата-центров фейлиться dns это все понимает понимает что поработать ip-адрес выкинуть из из ротации что называется да и он перестает отвечать клиенту отвечает только ip-адресом живого дата-центра в этой связи вот в днс есть такая штука как ттл time to live это время на время на которое клиент должен закешировать у себя днс ответ ответа dns сервер то есть клиент пришел вот с таким запросом к серверу сервер ему ответил что ip-адрес вот такой и он циферку ему там говорит нам например 3600 секунд значит на один час у себя запомни этот ответ и больше ко мне в течение часа не ходи клиент так и делает для таких вот для такой схемы когда мы постоянно тестируем дата-центр и ждем когда он отвалится мы ттл клиенту должны очень маленький поставить там минуту 10 минут в общем чем меньше тем тем лучше чем тем резче клиенты попадут на новый в новый дата-центр до в живой но не в новый а в оставшийся центр это с одной стороны с другой стороны чем меньше поставим это число тем чаще клиенты будут ходить dns серверу и создавать там большую нагрузку а что делать когда откажет и второй тоже то есть вот одновременно все сломалось сломалось ли возможно это просто кто-то взял и сломал вот эти проверки на dns сервере а на самом деле дата-центр это живы и работают чтобы вы сделали в таком случае если бы вы разрабатывали такой хитрый dns я бы сделал то что все делают я был в этом случае посчитал бы что если зафейлили все мои тесты в отношении всех дата-центров значит что-то не то с тестами значит будем считать что все живы и отдавать все ip адреса клиент пускай сам решает сам разбирается кто там ответит кто нет пойдем дальше и такую схему удобно использовать еще вот по какому назначению но здесь все то же самое dns клиент дата-центр тесты а есть еще какой-то третий специальный дата-центр мы тоже постоянно тестируем но это дата-центр стоит где-то далеко в другой стране например и мы можем сделать так чтобы клиенты которые тоже находятся в этой стране которые придут к нам к нашему dns у за вот этой вот записи ok ru мы понимаем что это клиенты из этой страны у нас там целый дата-центр который мы для них специально построили и мы отвечаем им вот этим клиентам айпи адресом этого специального дата-центра и клиенты соответственно идут уже не вот сюда они будут вот сюда специальный дата-центр как это все называется это называется сервер а господи global server load balancing этот весь механизм а вот это вот голубенькая облачка как она называется она называется сиден контент выиграет в ок то есть это такая специальная штука которая была там поближе к клиенту расположена чтобы у него связь туда побыстрее у него побыстрее все будет открываться и таких вот сиденов их может быть очень много и у крупных проектах их действительно очень много у одноклассников есть там угла тоже есть и в россии есть вот когда youtube смотрите вы думаете вы прямо из америки что ли это все выкачиваете ничего подобного вот все выкачиваете из из на самом деле сервера который стоит у вашего провайдера если так уж специальный кэш а зачем такое может понадобиться вот ставить клиенту поближе то пункт 1 это время да все начинает работать быстрее потому что ну потому что пакет пролетает меньший путь каналов связи короче это первый аспект второй аспект это трафик на самом деле вот интернет он состоит из интернет объединение сетей и когда две сети два провайдера между собой устанавливают так называемый пиринг в этом об этом чуть позже поговорим они договариваются на каких условиях они будут рассчитываться за трафик друг с другом то есть провайдер другому провайдеру не бесплатно трафик передает они потом в конце там скажем каждого месяца они смотрят кому кто сколько трафика накачал через кого и потом рублями и прочими ценностями друг другом расплачиваются за этот трафик и поэтому провайдером очень важно чтобы например транзитного так называемого трафика было для них поменьше что такое транзитный трафик например где-нибудь там я не знаю в азербайджане в каком-нибудь сидит пользователь он открывает сайт одноклассники которые находятся в москве что там азербайджанский провайдер должен сделать он должен связаться с каким-то там соседним провайдером да и бы так по цепочке до москвы они все эти пакеты через себя по цепочке будут передавать а потом в конце месяца вот азербайджанский провайдер выясняет что там блин да я там за границу столько трафика напередавал за этих одноклассников и за все за я должен платить потому что трафик был в основном однонаправленный пользователи качали контент на тяжелые картинки видео музыку качали в сторону азербайджана это все очень плохо поэтому провайдер может у себя поставить такой cdn который будет выполнять роль чего кэша правильно то есть пользователи на него попадают сиден выкачивает это один раз все из москвы например видео какое-то да а дальше он в азербайджане всему азербайджану может раздавать это видео уже себя это бесплатно для провайдера это выгодно для провайдера что он деньги экономит поэтому на себя с удовольствием ставит такой сиден и наши гугловый и какой угодно еще такая штука называется там ошибка это бесплатные пакеты очень часто можно встретить у всяких разных оператор сотовой связи оператора сотовой связи бывают всякие в разных тарифах всякие такие штуки ну например бесплатные одноклассники бесплатный вконтакт бесплатный что там еще может быть фильмы какие-то бесплатные да на разных там в разных онлайн кинотеатрах это все делается с помощью вот как правило сидена то есть мы знаем что например пользователи мы можем сделать специальный сиден куда завернем только пользователей из мегафона примеру да и мегафон будет об этом знать что это видео сиден наш и не будет считать не будет требовать денег со своих пользователей своих пользователей за как бы трафик в отношении этих айпи адресов этого сидена пойдем дальше каким образом dns вдруг узнает что к нему пришел клиент и спрашивать что-то что-то клиент пришел там из какой-то банановой республики что нужно ему отдать айпи адреса сидена который стоит в этой банановой республики а узнает вот как сидим как правило стоит у какого-то вот испыт интернет сервис провайдер какая известная аббревиатура у права который интернет продает до простым людям вот сидел стоит у него но сам-то провайдера знает с каких айпи адресов его пользователи пойдут ходить по всему миру в том числе и и на наш проект и поэтому провайдер отгружает на наш сиден так называемые префиксы что такое префиксы префиксы в айпи адресации что это ну так называют айпи сеть то есть вот провайдер отгружает нам сиден не весь список не 1000 айпи адресов на которые могут быть а просто одну строчку один префикс это айпи адрес сети и маска ну ладно если сложно то ничего страшного это не так важно на самом деле главное что эти префиксы они олицетворяют собой в глобальном смысле пользователи этого провайдера а дальше сиден получив эти префиксы отправляет префиксы к нам этот термин называется на родину в сиде настроение отправляет на родину в наш это центр в москве например где стоит dns ну и днс узнаю что всем кто придет из этих вот сетей из этих префиксов будет спрашивать о кейру и всем говорить ойпи адрес вот этого вот облачка вот этого вот сидена вот так это работает это называется юникаст юне потому что мы направляем клиента пользователя на конкретный и пи адрес на другой пи адрес не на тот который в москве мы направляем его вот туда на местный сиден а есть еще и не каст есть вообще всего две технологии построения сиденов и широко распространенные они каста юникаст юникаст мы разобрали вот они каст что с ним а с ним все немного посложнее чтобы понять как он работает мы должны сначала вспомнить как работает интернет вообще интернет это как я уже сказал сеть сетей на есть разные организации какие-то проекты есть интернет-сервис провайдеры которые интернет простым людям продают в каждом этом облачке какая-то сеть они взяли между собой и подключились как-то там договорились вот такое подключение это называется пиринг то есть они прямо договариваются бумажки там подписывают что вот здесь мы с вами вот этим проводом соединяемся и за трафик будем там рассчитываться вот так то в конце каждого месяца это все вот это интернет а в интернете он там среди прочего базируется на айпи адресации айпи адреса не там все уникальные в интернете кто-то ими владеет даже как говорят откуда все это берется я могу взять себя и 5 сейчас как нет ну это я сам провайдер что мне делать кому идти но как выдающие как понять выдающие в общем а есть такая организация называется и она да здесь вот расшифровка что это такое это некоммерческая организация на 1 на весь мир она владеет всем адресом пространства в интернете и сама напрямую ничего никому не продает есть такая штука называется рип это региональная регистратура всего их по моему 5 всего их по моему 5 наша называется вот райп и это значит европейская вот это вот и она выделяет выделила вот этим рипом по блоку адресов и говорит в этом блок адресов в своем регионе распоряжайтесь ими как хотите кому хотите вы давайте по своим каким-то принципам организация провайдер платит денежку этому райпу ну денежку такую членский взнос и райпом дает ему блок адресов там очень много и адресов вот так она и работает а что дальше с этими и адресами а дальше вот какая история получается вот допустим есть каком-то у кого-то провайдера пользователь вот такой вот он хочет соединиться с каким-то там сервером он знает его ip адрес но этот сервер стою в другой организации совершенно нет это в австралии скажем а этот в россии сидит что же делать ну пошлет пакет пожалуйста да но как он сюда долетит то тут есть два возможных пути как он может долететь вот такие у нас подключения то есть вот так вот да через промежуточную организацию или вот так вот через две промежуточные организации через две промежуточные сети а как бы все это клиенту узнать как бы так послать пакет и как какой-то маршрут надо выбрать для этого придумали такие штуки не называются автономные системы вот когда райп выделяет ip адрес он выделяет его не не або кому там не провайдера рога и копыта он выделяет это автономной системе автономная система она вот называется так вот аэс и имеет какой-то номер это прям все кстати вот это реальный все эти самые номера автономных систем это по моему моему ручная автономная система а эти все первые они принадлежат всяким университетом в америке которых которых интернет начинался поэтому у них первые имеют эти самые цифирки автономных системах так вот ip адрес блок adres он закрепляется за автономной системой и что делать это автономная система она всем своим соседям глагали отсюда сигналали какой-то блокip адресов да это autonomous система всем своим соседям которым она подключит она говори что ребята вот этот в бог а и 5 адреса то я им владею на законных основаниях пакета которые предназначаются эти мои пеадреса вы если они к вам попадут вы их мне передавайте не попадут ну и ладно как не передавать сюда ничего а эти соседние автономные системы передают эту же информацию уже своим соседям они говорят что я знаю как доставить пакеты вот для этого блока адресов на несмотря на то что он принадлежит другом на системе это рассказывает соседям что я знаю как сюда раутить пакеты поэтому если что вдруг будет мимо пролетать у для этих айпи сетей ты можешь мне это все передавать я отправлю куда надо это все называется bgp border gt-протокол он довольно сложный там много всего в общем это основа как работает третий уровень в интернете 3 это сетевой всеми уровнем модели почему называется сетевой понимаете кто скажет но есть физически канал и потом сетевой почему именно вот он сетевой называется потому что на этом уровне образуется именно сеть низлежащий канале он делает канал связи между двумя точками вот а вот именно вот эти вот многочисленные каналы организовать в сеть чтобы как бы одна . могла через промежуточные узлы по разным многим каналам достучаться до другой от этого и называется сети это все образуется на третьем уровне и в интернете в глобальном масштабе с помощью протокола bgp вот пойдем дальше а причем несение каст и весь этот ваш сидень а мы решили мы это вот это вот серединка мы решили поставить сидень где-то там в австралии мы знаем что в австралии там эта автономная система вот такая мы туда сервер отправили они у себя установили запустили все замечательно мы берем на сервере настраиваем айпи адрес такой же как и у себя а как да а всем соседям мы рассказываем что вот этот айпи адрес он как бы в нашей автономной системе доступен а еще вот в этой автономной системе доступен и что получается получается когда клиент вот из этой автономной системы которые у провайдера он хочет отправить айпи адрес он хочет отправить айпи пакет кому-то не кому-то вот на наш сервер он отправит это по некому маршруту мы по такому маршруту который достучиться до этой автономной системы да собственно он будет по маршруту через другие промежуточные автономные системы чтобы пакет попал в точку назначения но у нас же два пути если вот такой короткий через одну автономную систему есть длинный через две автономной системы промежуточной так вот этот вся эта маршрутизация в интернете устроена таким образом что выбирается всегда более короткий путь через меньшее число промежуточных автономных систем будет считается что это будет короче быстрее и так далее так вот данном случае путь будет вот такой что произойдет если например здесь упадет соединение да мы перестанем что называется анонсировать всему миру соседу о том что этот айпи адрес находится у нас эта автономная система сразу забудет как маршрутизировать сюда пакеты сообщит об этом нашей автономной системе нашему провайдеру и у него не останется иного выхода как роутить пакеты по длинному пути который еще остался жив но уже до до другого сервера который находится в другой автономной системе причем и сиден к потому что с помощью протокола bgp мы можем таким образом управлять более или менее управлять кого куда посылать на какой айпи адрес какой автономной системе но посылать то будем на тот же самый айпи адрес да поэтому называется anycast то есть любой сервер может одинаково обслужить клиентов зависит только от того как пойдут пакеты понятно объяснил нет тут есть и плюсы и минусы у этой схемы во первых для ее построения можно опираться на инфраструктуру bgp которая существует в интернете весь интернет на ней работает она отлажена ничего придумывать нового не надо она будет работать она работает у многих она управляется сама не нужно вот это вот как там с днсом было какие-то тесты которые кто-то может сломать есть специальные человеке сетевые администраторы называются они следят чтобы это все работало во всем мире вот нам не надо об этом заботиться отказоустойчиво да но отказоустойчиво очень потому что как только здесь упадет линк но протокол bgp его одна из фишек это как раз таки обеспечение отказоустойчивость как только здесь падает линк пропадает анонс об этом ip адресе пропадает анонс в эту автономную систему автоматически срабатывает пускай длинный и длинный но все-таки путь пакеты дойдут пускай для другого сервера но клиент получит то что он хочет реализация очень простая нужно просто подшаманить конфигами на сетевом железе и все начнет работать по большому счету есть минус мы теряем управление управлять в некотором смысле этим можно то есть какого клиента на какой из серверов посылать но это управление оно такое она очень ненадежная да по сути мы не можем этим управлять этим управляет как бы весь bgp в глобальном смысле мы можем лишь наблюдать куда автономная система вот это вот решит послать дальше пакет сюда или по какому-то обходном пути мы не можем на это влиять поэтому управление теряем а значит мы не можем например прибить гвоздями клиентов мегафона какому-то конкретному ip адресу а значит мы не сможем там замутить специальный тариф и заработать денег зато вон сколько плюсов нагрузка отказа устойчивость это хорошо вас было много серверов которые стоят за балансировкой мы могли там часть из них потерять нагрузка автоматически перераспределиться на остальные сервера все замечательно вот как это выглядит на практике вот это сервер который упал вот видно что он там работал работал гигабит гигабиты в секунду трафик был работал вдруг бах вниз все это ушло а это сервер который работал в одной балансировочной ферме с ним да за одним вот этим вот виртуальным ip адресом и мы видим что в этот самый момент на него прилетела дополнительно о чем нам может говорить вот этот вот график вот этот кусочек графика ни о чем не говорит вы проиграли и ваши деньги ушли конкуренту чтобы второй сервер не сложился когда на него прилетит дополнительно он должен иметь вот такой вот запас прочности в данном случае по трафику как минимум а это примерно в два раза больше у него должен быть двукратный запас всех ресурсов а там еще цепи и памяти все остальное точно также отожралось тоже примерно в два раза то есть этот сервер должен был в два раза половину ресурсов должна была простаивать и быть готовы к тому что прилетит к нему дополнительно понимаете два раза больше денег нужно было потратить на этот сервер купить его в два раза лучше так что очень часто приходится слышать такие такие мысли что вот если у вас значит сервера в продакшене загружены там не на 100 процентов cpu а там на 80 но это вы на 80 процентов только свои деньги отбиваете из этих серверов это как бы неправильно все сервер может быть загружен там я не знаю в данном случае на 50 процентов максимум это это будет уже плохо потому что надо будет надо быть готовым принять дополнительную нагрузку хотя последнее время это называется облака маркетинговым словом специально значит уплотняет инфраструктуру делают так чтобы действительно на сервере можно было использовать сто процентов значит центрального процессора то есть на нем сразу будет много выполняться задач много приложений работать но они будут работать с разным приоритетом и те которые низкоприоритетные задачи их можно будет допустим взять очень быстро прибить да если срочно нужны ресурсы на обработку дополнительного там трафика дополнительного дополнительных расчетов мы низкоприоритетные прибиваем и все остальное начинает нас работать атаки а причем есть атаки и балансировка ну да это одна из атак то есть у нас атаки которые направлены и на балансировку поэтому мы сейчас тут коротко о них расскажем а есть атаки от которых балансировка может защитить и мы тоже они сейчас расскажем симфрут какая штука есть типа таки такой вот здесь вот схематично представлено как устанавливается tcp соединения кто знаешь о такой вот син син и си кей кто первый первый этот смелый это флаги в tcp пакете все правильно значит от клиента к серверу прилетает некий первый пакет да у него стоит флаг флаг син это значит что клиент говорит серверу и я хочу установить с тобой tcp соединения ну сервер смотрит можно это сделать или нет если может он он отвечает клиенту вот такой комбинации флагов что свидетельствует о том что да могу одновременно с этим и начинает у себя выделять ресурсы всякие соки тут немножко неправильно описано но ничего он начинает выделять ресурсы для поддержки этого tcp соединения а может найтись плохой клиент или что еще хуже плохие клиенты которые будут только силы вот эти вот и слать будут бомбить нас синами что произойдет в этом случае буфер соединений буфера соединений нет буфер в общем переполнится нам что-то ресурсы всякие переполнится и вот будет вот так вот я попытался изобразить умрет сервер потеряет все свои ресурсы не будет доступен все неплохо короче говоря надо как-то все это этого противостоять как противостоять вот шестнадцатый год атака интенсивность атаки с инфлут распределенной атаки то есть это много клиентов из интернета нам шлет да такие вот сины и мы не можем понять кто да это не какая-то конкретная подсеть конкретного провайдера чтобы зафильтровать это там пол мира нам шлет в конце концов или там китай хотя бы один в этом значит проблема распределенных атак и вот такая атака в 2016 году было 120 миллионов соединений в секунду миллионов пакетов в секунду да это значит если каждый из них с установленным флагом сим это 120 миллионов соединений в секунду это много ли мало при утром выш ладно да это много это очень много потому что вот этот вот ls пресловутые open source на решение она на неплохом дорогом сервере который стоит но не квартиру он стоит в машину он стоит неплохую вот он только 0 3 миллиона выдерживать в секунду а у нас 120 больше даже чем 120 допустим если мы захотим атаку такую перекрыть нам нужно 400 таких серверов купить это 400 автомобилей на средней руки это дорого короче говоря и не 400 их надо их надо 800 почему 800 да правильно то что нужны будут еще слоевые а еще поставить надо за аренду стоит надо платить за электричество платить это все очень здорово безумно их надо куда-то подключить сетью сетевой провод воткнуть это железо вот эти вот самые роутеры которые стоят как несколько квартир вот так вот и тут мы немного отклонимся от темы мы посмотрим почему так происходит почему вдруг айпи в складывается и что с этим можно сделать но для начала дамы сильно отклонимся что такое ядро операционной системы кто не знает там балма кто нибудь читал там балма читал ли знаешь что такое ядро а что такое ядро знаешь я хотел услышать ответ что это ну ладно есть значит некая внешняя среда это там это я да это вы это вот весь наш мир есть какой-то компьютера которым мы сейчас говорим у него есть железо ой-ой-ой-ой-ой-ой слил все самое интересное у него есть некоторое железо которое смотрит в этот мир я не знаю микрофон на телефоне камерам на ноутбуке вот это вот все сетевая порт на сетевой карте до которые там тоже по сути во внешний мир подключен вот есть операционная система которая создает слой абстракции для приложения с тем чтобы приложение например могло взять и записать звук с не знаю из микрофона до из телефона вот в операционной системе реализованы драйвера и тому подобное чтобы приложение могло особо не заморачиваться так сказать на любой железке работать это вот операционная система она там состоит из двух по сути компонент есть ядро и есть некая api к этому ядру в общем ядро это то что умеет создавать слой абстракции это api для взаимодействия с одной стороны с другой страны умеет работать железом мутно объясняю понимаю но значит тут вот какая штука есть два два назовем это я не знаю две области где может выполняться программный код операционной системе как бы кернар спейс юзер спейс в чем разница в чем разница то что выполняется внутри ядра это как правило такие все низкоуровневые программы с большим приоритетом до с высокой степенью защищенности надежности работает все что работает юзер спейс это простые приложения это приложение на веб-сервере это там приложение telegram значит в андроиде это все работает в юзер спейсе в термин спейсе работает айпи в с вот этот вот наш балансировщик а именно балансирующий компонент юзер спейсе работают мониторящий компонент если вы помните да там это разделение было но главное что балансировка работает в термин спейс это ядерный модуль в линуксе эта часть ядра это очень плохо именно отсюда очень низкая производительность и вот почему пакет из внешней среды до прилетают на сервер значит на сетевую карту и попадает таким образом сейчас из внешней среды прилетает на сетевую карту и попадает таким образом в ядро вот это ядро схематично тут показано границы ядра попадает в ядро ядре его ждет так называемый сетевой стек что такое сетевой стек это такая очень очень сложная программа который умеет по всякому разному работать с сетями в разных режимах в разных условиях с разными протоколами он очень сложный очень большой и очень медленный в этой связи потому что он универсальный рядышком где-то запущен код ведре вот этого айпи vs модуля который балансирует он видит что мимо по сетевому стеку пролетает пакет который подлежит балансировки он каждый пролетающий пакет сравнивать с таблицей балансировки на пролетает такой пакет он вырывает его сетевого стека как-то там его по-своему меняет например наворачивать 20 этих самых байт сверху чтобы тумилировать примеру и заново запихивает сетевой стек где пакет еще раз проходит этот сетевой стек и вылетает наружу вот в этой схеме есть мы часами разрабатывали операционную систему какие есть минусы представьте что вы android пишите конкурент android что-то тормозит сеть говорят вам ну во первых как я сказал сетевой стек очень медленный тут может тормозить да и она не сильно тормозит а что еще это первая причина была вторая совсем прям очевидно и вот этот пакет ой пакет два раза прокручиваем по сетевому стеку он и так медленно мы еще два раза по нему пакет пропускаем ну первый раз наполовину второй раз там полностью отсюда все тормоза и возникают это знаете что такое это вам дима по-моему показывал на лекции про сеть это какого-то это скверный орг по моему взята схема вот этого сетевого стека какого-то там древнющего 26 ядра за каждым этим вот квадратиком скрыта целая подсистема и пакет должен вот так вот перевариться по всему поэтому поэтому есть более быстрое и грамотное решение которое заключается вот в чем не надо вообще никакого ядра то есть ядро конечно есть сервер как-то работает но сетевой стек мы не будем там использовать мы напишем свой маленький сетевой стек запустим его в юзер-спейсе он будет совсем маленький совсем легковесный пакет когда прилетает он сразу в него попадает очень быстро его проходит и вылетает нужном направлении и типа вот он быстрее будет работать чем ядерное решение действительно так такое есть значит чтобы свой стек написать свой стек написать это как бы вообще не шутки это годы разработки нужно это потратить а нам надо что делать вот есть ряд решений они опенсорсные вот но саппортятся разными вендорами вот dpdk саппортится intel например это все фреймворки для написания своих маленьких стеков то есть мы можем написать прям таки приложение которое берет отрывает от операционной системы сетевую карту монополизирует ее и работает с ней напрямую это все конечно очень неудобно с точки зрения эксплуатации очень тяжело писать такое приложение но зато она будет работать просто реактивно и по такому принципу устроены балансировки ну если там за все проекты конечно не буду говорить крупные но вот у нас в одноклассниках так устроена в яндексе по моему я точно не буду говорить также устроена угла точно так устроена у них называется маглив балансировка точно также сделано вот разница примерно вот такая тут 0 3 миллиона пакетов в секунду можно пропустить а здесь 42 миллиона то есть сколько там получается разница сотни раз мы пойдем другому типу атаки вот так так и было на саму систему балансировки чтобы ее сложить вот мы переделали и так защитились а мы пойдем значит дальше вот такая штука неприятная называется слоу get и пост почему слоу вот клиент приходит к серверу да все это работает этого речь про http все работает значит запрос ответ крыль пришел установил tcp соединения и чет там запросил сервер ему отвечает он не просто ему отвечает на поддержку этого соединения на ответ сервер тратят какие-то ресурсы и что может сделать клиент он может прийти выполнить запрос ответ он может забирать очень-очень медленно например там я не знаю по одному байту в секунду до или еще того и или медленней зачем он будет так делать а чтобы было живо tcp соединения потому что вроде худо-бедно начнет там перекачивается но будет делать это медленно потому что будет делать медленно и все это время будет на сервере будут висеть ресурсы заняты для этого клиента что это могут быть за ресурсы например клиент пришел get запросом запросил какую-то страничку сервер сходил в базу данных какие-то раз расчеты произвел подготовил ответ клиенту и отдает этот ответ клиенту вот но она отдает не откуда-то он у себя держит его в памяти правильно занимает какую-то память этот ответ и пока полностью этот ответ не будет клиенту передан сервер не может его у себя из памяти стереть и вот пришел такой клиент сделал допустим там у сколько-то очень много get запросов ответ для каждого запроса качает там в час по чайной ложке а сервер ответа все это все эти у себя в памяти держит соответственно у него что заканчивается память у нее заканчивается но эта фигня потому что это сервер как бы один из многих скорее всего самое плохое что вот в данной схеме может быть это закончится закончится ресурс а вот на этом вот sql сервере потому что так уж устроено большинство приложения именно например вот там php mysql до пришел клиент запросам выполняется php скрипт который например там пошел в базу данных mysql на и вот пока значит скрипт не отработает полностью пока клиенту результат выполнения этого скрипта не будет передан а это значит что все это время курсор или что там соединение к базе данных со стороны сервера будет открыта а у баз данных как бы соединение они это весьма лимитированный ресурс они не рассчитывают на то что к ним будут ходить миллионы серверов они дефолтовое значение максимального количества разрешенных соединений одновременно mysql например 100 по моему всего лишь навсего то есть выбрать 100 соединений вот таким вот макаром очень легко все повисло 100 ответов вот таких вот долгих 101 запрос уже закончится ошибкой придет честный клиент со 100 первым запросом его пошлют нафиг скажут что-то у нас не работает все перегружено как можно бороться бороться можно балансировкой балансировкой на седьмом уровне то есть мы ставим между клиентом и между сервером еще одну такую сущность это называется прокси который пропускает через себя весь трафик http и каким образом это спасает прокси получают запросов клиента передает его серверу быстро считывать с него ответ и возможности клиент будет читать ответ уже с прокси медленно ну и как бы фиг бы с ним ресурсы сервера тоже освободились то что прокси очень быстро ответ самого сервера прочитал по крайней мере и сквельные ресурсы уж точно не будут держаться никак прокси таких очень много существуют вот какие-то самые распространенные альтернативы половину из них вы наверно знаете ну по крайней мере инжинкс наверно знают все это как бы остальные широко распространенные опенсорсное решение да точно так же это вот если значит долго считывать ответ а точно также можно бомбить и запросам клиент может делать пост запрос в котором там какие-то данные будут идти паровозом на он их прицепит какой-нибудь файл например на сервер отправляет он может быстро начать быстро заголовки запроса передаст а сам файл само тело запроса будет тоже передавать в час по чайной ложке а сервер чтобы потом с этим запросом что-то сделать серверу сначала нужен весь запрос целиком получить он будет вынужден у себя значит зарезервировать память и копите себя в памяти вот эти вот все в час по чайной ложке поступающие многочисленные пост запроса прокси точно также решает эту проблему дождется когда клиент полностью запрос передаст вот и после этого мы уже запросят полностью все у сервера очень быстро пойдем дальше где бомба так называемая а как зип используются в http что же мы чего он на виду сжимает и разжимает до запросы и ответы но не только в zip там бывает там еще и другие протоколы есть брат ли deflate и так далее алгоритмы сжать в чем здесь проблема как тут можно надругаться над сервером вот опять консоль к такая уже огромная и проблемы сама по себе не маленькая чего я здесь делаю опять следим за движением рук и красным этим шариком первая строка первая строка я здесь создаю файл вот так он big называется это файл который состоит из одних нулей но размер этого файла 10 гигабайт такой команды его сделал следующая команда вот следующий красный этот самый шарик я сжимаю этот файл состоящий из нулей 10 10 гигабит гигабайтный файл с таким названием потом смотри что получилось и вот мы видим наш 10 гигабайтный файл не сжатый из нулей а вот который сжатый вот эти сжатые нули они превратились 10 мегабайт что это все значит да разница видно что это значит а значит я могу прийти на какой-то сервер который под запросом что-то принимает какие-то файлы да по запросу под запросом отправить ему вот этот файл где пованный а сервер чтобы почитать этот где полный пост запрос он вынужден будет его разжать у себя в памяти он начнет разжимать эти 10 мегабайт они превращаются в 10 гигабайт память сразу заканчивается нехорошо сервер умрет несколько запросов по 10 гигабайт и до свидания вот даже показано как 10 гигабайт в памяти что можно сделать опять же тут спасает прокси балансировщик седьмого уровня который сначала полностью принимает весь запрос этим громадным значит телом себя в память пытается выражать попутно проверяя что хватит ли на это память если памяти вдруг не хватает он отвечает клиенту что-нибудь там типа 400 код ошибки и посылает клиента нафиг такая штука кстати где бомба часто использовалась раньше в в электронной почте потому что стало модно однажды запиливать на почтовых серверах проверку трафика они про которые до проверку трафика почтового на вирусы вот и сразу сообразили что можно взять и послать кому-то вот так вот такую бомбу значит запакова хорошо запакованные нули вот а когда антивирус на почте на почтовом сервере будет в проходящем письме каждый файл проверять он сначала должен разархивировать этот файл чтобы проверить а там 10 гигабайт а кто знает как можно как можно надругаться над клиентом с помощью к зип-бомбы обратно да совершенно верно а что бы с браузером вообще с клиентом ему прилетит ответ он начнет распаковывая там 10 гигов опыт и показывает что не сдохнет браузер давно умеет это обрабатывать они в какой-то момент поймут что слишком много разжимается и там упс по называется в хроме да вот это вот такая страничка иногда бывает вот вот такое будет в общем все браузера хорошо себя ведут а зачем еще нужно очень очевидный кейс зачем еще нужна балансировка на седьмом уровне кроме как защититься от всякого рода атак что такое на седьмом уровне понятно да это такой промежуточный клиент который у клиента взял запрос передал серверу а получил ответ полностью до передал его клиенту запрос ответ но все клиенты сидят за одним ip-адресом это часто встречается такая ситуация это называется над трансляция сетевых адресов раньше это было повсеместно у разных провайдеров но сейчас провайдеры все которые дома по изернету там продают интернет сейчас они все чаще значит выдают реальный ip-адрес но есть целая такая категория провайдеров всякие региональные операторы сотовой связи особенно вот всяких там узбекистанах таджикистанах они любят прям всю страну посадить за один ip-адрес вот на мобильных телефонах они все ходят в интернет с одного ip-адреса это может быть большой проблемой в том случае если мы на стране на своей стране но каким-то образом пытаемся различать пользователей по ip-адресам они все приходят с одного целая страна с одного ip-адреса что делать в этом случае что за токена но это да но какие значения а куки используется http куки тоже стоит прокси на седьмом уровне на седьмом уровне это уровень прикладной уровень то есть там уже прокси он может залезать в протокол что-то там менять на лету и когда приходит такой запрос от клиента первый запрос да и первый ответ в первый ответ прокси подмешивает говорит браузеру пользователя ты у себя запомни там куки такую-то с таким-то уникальным на токеном идентификатором клиентский браузер это запоминает и потом все последующие разы когда он будет приходить с повторными запросами он был помнить что ему приказали поставить такой куки он будет говорить что а я вот у тебя уже был и вот такой куки ты мне сказал поставить я у себя поставил вы будет обратно передавать этот уникальный идентификатор куки знаете как работает вот так она и работает это все про то что есть такой кейс когда у вас там пол страны не вся страна за одним ip-адресом да и балансировать можно на этой основе да пойдем дальше тема на самом деле небольшая но довольно мутная ssl-tls и прочее там есть проблемы с балансировкой сейчас быстро и будем заканчивать но приготовьтесь к мути тлс как работает тлс кто-нибудь знает там зеленый замочек появляется у вас создается иллюзия что все защищено а может и не иллюзия асимметричная там страшное слово которое призвано наверное как-то обозначить безопасность всего происходящего а браузер веб-сайт этому сервер там 443 порт сидела клиент пришел к серверу говорит хочу с тобой тлс иметь что происходит первым делом они обмениваются сертификатами в простом случае сервер говорит клиенту у меня есть вот такой сертификат и передает его передает его браузеру браузер возможно тоже говорит мне тоже сертификаты передает его серверу а зачем это может понадобиться ну ну как бы ну да зачем аутентификация аутентификация авторизация с помощью сертификатов имеет место быть можно по логин и поролю можно по сертификату это конечно редко используется где-то в корпоративных только там каких-то сетях наверно в основном да только только сервер передает клиенту свой браузер браузер свой сертификат браузера передает я уж сам заговаривать после того как сертификаты обоим сторонам понравились они решают что можно продолжать дальше они обмениваются шифрами что за шифры такие не шифры шифры они договариваются по какому именно шифру они будут дальше шифровать весь трафик зачем этому нужно шифров существует очень много разных и клиенты и сервера существуют очень разные и запросто кто-то может что-то там не смочь на какой-то хороший современный крипто стойкий шифр поэтому они договариваются что они все-таки в итоге будут применять дальше начинается самое неприятное но самое важное они генерируют так называемый мастер ключ мастер ключ это симметричный ключ шифрования которым потом будет шифроваться весь трафик который они будут передавать туда-сюда не фи хельман приходилось такое слышать вот не фи хельман это протокол по которому происходит согласование вот этого мастер ключа фишка этого протокола в том что две стороны согласовывают у себя вырабатывают каждой своей стране одинаковые ключи шифрования но при этом ключ они по сети не гоняет не передают и не светит его таким образом но сутки на сутки в этом суть в том что значит в следующем вот набор вот этих данных с одной стороны с другой стороны называется тлс сессии пока просто запомним все это действие называется full handshake полное рукопожатие а вот это вот самая мерзкая фаза значит фаза она она мерзкая потому что она первым занимает один ртт round trip то есть нужно пакетами тут лишний раз обменяться и самое главное что она очень затратные по центральному процессору так уж вышло и в этой связи что получается мы не можем легко и просто балансировать тлс потому что когда у нас будут размазываться тлс соединения по разным серверам у нас все время будет происходить вот такая вот штука на полный handshake вот с этой вот фазой и нужно с этим что-то сделать короче говоря тлс нельзя просто взять отбалансировать нужно подумать как его отбалансировать так чтобы в этой фазы было поменьше сейчас поймете дальше о чем речь действительно такие механизмы есть как уменьшить эту эту фазу сделать ее пореже первый из них самый древний он еще был в ssl совсем давно special найди он называется вот состоялся полный handshake клиент пришел к сервером они обо всем договорились образовалась вот это вот тлс сессия с двух сторон эти набора данных после чего сервер говорит клиенту ты у меня числишься за, значит, твоя сессия с таким-то ID. Как Куки работает практически. Твоя сессия с таким-то ID. Клиент запоминает свою сессию со своей стороны и запоминает, какой ID ему сказали, ассоциирует с ID-шником на стороне сервера. Потом, когда-нибудь, когда клиент заново придет к серверу, он помнит, что он к нему ходил, у него сохранилась сессия, что на сервере ID должен быть такой-то, и он пытается у себя эту сессию поднять, а сервер говорит, что я у тебя уже был, сессия у тебя должна быть, наверное, вот такая. Сервер у себя в памяти, в хранилище сессии, проверяет, что такая сессия действительно есть. Если она есть, он ее пытается поднять тоже. Если все хорошо, все срослось, они продолжают работать в рамках этой сессии. В рамках этой сессии, потому что сессия, это вот это все, включая этот мастер-ключ, эту фазу мы, главное, миновали. Восстановили сессию из кэша. Сохранили ЦПУ, много-много процентов. Но тут есть проблема, у нас же высоконагруженный проект, у нас серверов больше, чем один, у нас их два, например. Вот он второй сервер, и так получилось, что клиента отбалансировали на второй сервер. И он пришел туда в надежде, что там сессию его помнят. Он говорит, вот у меня ID сессии такой-то у тебя должен быть, проверь. Сервер проверяет, конечно, ничего не находит, клиент к нему пришел первый раз. И сервер в этом случае говорит, что нет, у тебя какая-то невалидная сессия, ты ее выброси и давай начинать заново. Полный хендшейк. То есть попадаем опять на согласование вот этого мастер-ключа. Никакой экономии ЦПУ, и все плохо. Или балансировка, или экономия ЦПУ получается. Что-то здесь не так. Надо по-другому как-то. Как-то. Действительно, есть другой механизм, который сейчас используется везде, почти везде. Называется Session Ticket. Полный хендшейк, клиент-сервер, сессия образовалась. Сервер берет сразу после этого с помощью специального ключа, это на самом деле 48 байтов случайные, последовательные, с помощью специального ключа шифруют сессию, и из нее образуется так называемый тикет. И он отдает этот тикет на хранение клиенту. Клиент у себя запоминает свою ТВС-сессию, и тикет, то есть шифрованную сессию сервера. Не знаю, что это. Да. Через какое-то время, когда клиент снова захочет прийти к серверу, он передает, он вспоминает, что он уже ходил, поднимает свою сессию и передает тикет серверу. Сервер с помощью этого же ключа пытается расшифровать полученный тикет. Если тикет расшифровался хорошо, там валидная сессия, он ее восстанавливает, и клиент-сервер начинает общаться в рамках этой же ТВС-сессии. Все шикарно. Все это называется аббревееред хендшейк, то есть сокращенный хендшейк. В фазе генерации мастер-ключа мы избежали. Серверов мы можем иметь сколь угодно много, а главное, чтобы вот ключ шифрования и дешифрования тикетов был одинаковый. Вторая половина лекции – внутренняя балансировка. Я шучу. Я чуть-чуть расскажу буквально. Внутренняя балансировка на самом деле по большому счету, я не знаю, есть, наверное, три принципа построения внутренней балансировки. Один из них – это вот такой вот клиент, умный клиент, который умеет ходить ко всем серверам. Он знает, что, например, есть какая-то база данных, распределенная, представлена нескими серверами. Какой-то из них может отвалиться в любой момент, какие-то могут новые вдруг появиться, он все об этом, значит, сам это разруливает. Хороший пример – это DNS, так устроен. Второй паттерн – это прокси. Клиент ничего такого не знает, он знает только, как общаться с прокси, а уж прокси-то все разруливает. Какие примеры можете назвать такого паттерна? ПГ-прокси, нет? Не слышали? Это прокси между постгрессовой базой, которая размазана на несколько серверов, и клиентами, которые не умеют ходить к многим постгрессам, им один подавай, а они ходят в прокси, но думают, что ходят в базу. И вот второй, третий, вернее, замечательный пример. Как не надо делать. Есть клиент, который более-менее умный ходит ко всем нодам, но при этом он все время консультируется вот с этим вот зеленым гадким кружочком, который такой координатор работы всего этого кластера, он сам знает, какие базы там, какие кусочки данных лежат, на какой ноди, какая из них сейчас жива, какая мертва. Яркий пример этого паттерна – это ходуб. Не имейте никогда дела с ходубом, если вдруг придется. Сочувствую. Как-то вот. А, еще есть такая штука. У нас это все называется карусельная колбасность. Это, наверное, последнее, что я хочу рассказать. Такой специфический эффект, когда, допустим, есть клиент, есть какая-то база данных, она представлена несколькими нодами, и вдруг с одной нодой что-то происходит не так, она начинает тупить, например, да? Клиент начинает думать, что-то, наверное, с этой нодой не так. Пойду-ка я на другую. В этот момент эта нода совсем умирает, клиент уходит на другую ноду. Как вдруг и этой ноде становится плохо. Клиент начинает потихоньку переходить на третью ноду. Но в этот момент нагрузка-то упала с первой ноды, и вдруг ей становится внезапно хорошо. И вот это вот все дело происходит, кругу и очень сложно поймать в чем там дело вот так он колбасит здоровенный кусок инфраструктуры который с собой хитрым образом связан кто-то где-то пульнул в большом и сложном проде один неудачный запрос и понеслось все это волной и концов не найти ура у меня вот такой адрес есть хотите можете конечно написать и спросить чего-нибудь не прокси может умереть тоже но по крайней мере прокси не будет держать ресурсы внутренней инфраструктуры при долгом ответе да да им придется перебалансироваться на другие прокси прокси он тоже там как бы не один там целая фирма и перед ним стоят балансировщики кроме того прокси он там его задача просто кэшировать временно себя в памяти и отдавать медленно и на нем ресурс расходуется гораздо в меньшей степени ему не нужно форкать там какие-то интерпретаторы php например на если там если это мод по хп используется ну и тому подобное ну я вот так честно не знаю чтобы были такие глобальные dns сервера которые можно купить там за денежку аккаунт да и разместиться на них крупные проекты все пишут свои dns она сложная то есть они причем они open source на этом по большей части но они не из коробки ни разу перепиленные всякие штуки ну это типичная работа dns да можно вся дома запросто поднять купить себе домены все будет работать ну значит google так или иначе платит за работу за разработку этого всего и поддержку да то есть это по-любому для них не бесплатно но значит я не могу сказать как вот google могу сказать как это бывает бывают других организациях другие организации свой cdn они его продают провайдером несмотря на то что проекту выгодно чтобы его сидена было много по всем мире да он продает свой cdn как 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 Marieau как продукт провайдеру а провайдера покупают почему так происходит потому что провайдера им выгодно один раз заплатить денег проекту за сиден чтобы кэшировать часть проекта у себя и потом меньше платить за транзитный трафик другим провайдером я не знаю прогул я думаю что там точно так же все почти уверен это мы сейчас про какой вопрос про какую тему я отмотаю надо сейчас отмотаю покажу самую распространенную архитектуру вот так а прокси его либо вообще нет либо его можно поставить вот сюда например да его можно запустить прямо на бакенде на самом деле можно запустить его можно инжинкс допустим у нас тяжелый backend какой-то да там который много ходит в база данных можно инжинкс прям тут локально запустить и например сильно обрезать его как-то в ресурсах выпуская нападет быстренько да получается так да да есть свои сложности